Австрийские технологии могут помочь Сочи окончательно решить мусорный вопрос. Крупнейшие компании готовы поделиться опытом. Сельскому округу в Сочи обещают подарить пожарную машину. Почему именно ему стало известно во время учений. Сочинская тропа здоровья станет длиннее, а в каждом районе города появится еще по одному скверу. Об этом заявил Анатолий Пахомов. Главная сцена Сочи 81. Свой день рождения Зимний театр отмечает променад концертом и открытием сразу двух выставок. Диалог на высоком уровне. В Сочи прошел первый российско-австрийский форум. В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Австрии Карин Кнасель и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В олимпийскую столицу приехали представители политических и деловых кругов, а также общественность. На полях форума «Сочинский диалог» глава Кубани провел ряд переговоров. Известно, что инвестиционный потенциал Краснодарского края теперь планируют представить в Австрии. Наши коллеги знают все подробности. Российско-австрийский форум «Сочинский диалог» проводится впервые по инициативе президента Владимира Путина. Об этом главы двух государств договорились еще в июне прошлого года во время рабочего визита российского лидера в Вену. То, что в Сочи проводится форум – не случайность. Олимпийская столица все чаще является площадкой для больших политических переговоров. К сочинскому диалогу приступили с самого утра. На открытии форума участников и приветствовал министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава МИД Австрии делится впечатлениями. В Сочи она впервые. Несмотря на деловой тон ее визита, она даже нашла время окунуться в Черное море. Мягкий климат и теплое кубанское солнце только располагает к диалогу, признается Кнайсель. Я поздравляю вас всех с началом нашего бизнес-форума в Сочи. Эта встреча направлена на диалог в целях укрепления взаимодействия между деловыми кругами России и Австрии на благо взаимного понимания. Первый российско-австрийский форум посвящен вопросам развития экономики, спорта, межвузовского сотрудничества и науки, а также искусства и культуры. Для Краснодарского края большая честь стать площадкой для встречи двух стран, отметил глава Кубани. Губернатор уверен, что именно в режиме диалога сегодня должны выстраиваться взаимоотношения в любой сфере. Рад приветствовать вас в Сочи. Это не только олимпийский город, это сегодня современнейшая спортивная, культурная площадка, но также площадка политическая. Открытый, честный диалог, который, я уверен, уже начался в рамках форума сегодняшнего, он будет способствовать консолидации общества, в том числе и отношения между Австрией и Российской Федерацией, конечно, Краснодарским краем. Кстати, при участии австрийских компаний строилась инфраструктура Олимпиады 2014 года. Надеюсь, что австрийский бизнес, который принимал участие в создании инфраструктуры, может смело заявить, что в России работать комфортно, выгодно и, самое главное, безопасно. На полях делового форума Вениамин Кондратьев провел ряд важных переговоров. Перспективы сотрудничества региона и европейской страны сегодня губернатор обсудил с вице-президентом Палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем. С иностранным государством Кубань связывает давние дружеские отношения. На территории много точек соприкосновения. Сельское хозяйство, туризм и зеленые технологии. Но с каждым шагом сотрудничество необходимо укреплять. Мы хотели бы, чтобы товарооборот между Краснодарским краем и Австрией, конечно, рос. И сегодня он составляет около 26 миллионов долларов США. Это совсем не тот оборот, который мог бы быть между Краснодарским краем и Австрией. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили потенциальные возможности дальнейшего сотрудничества во всех отраслях экономики. То есть бизнес, который должен для себя открыть Краснодарский край по-новому и прийти к каким-то совместным предприятиям и дальнейшим шагам. Беусловно, для этого, конечно, нужно нам, Краснодарскому краю, презентовать себя, бизнесу нашего региона. Мы должны быть активны с точки зрения демонстрации наших возможностей. И, безусловно, это тоже нам нужно сегодня проговорить. Где, на какой площадке, скорее всего, даже уже в Австрии, мы могли бы показать потенциал Краснодарского края. В Палате экономики Австрии известен ваш регион. Мы бы предложили вам организовать презентацию Краснодарского края в нашей стране. Это позволит представить все преимущества Кубани для ведения бизнеса. Такие мероприятия у нас проводятся часто и успешно. Я принимаю ваше приглашение. Я думаю, что осенью мы с нашей бизнес-миссией, наших бизнесменов в Австрии сделаем презентацию потенциала Краснодарского края. Я уверен, что она придет на достойном уровне и вызовет интерес у австрийского бизнеса нашему региону. Российско-австрийский форум – это еще и площадка для обмена опытом. Так, последние десятилетия Австрия демонстрирует одни из самых высоких показателей в мире по сбору и перераспорту. Поэтому неудивительно, что одно из направлений, которое сегодня краевые власти обсуждали с иностранными гостями – это вопросы экологии и системы обращения с отходами. Мы хотим взять акцент на мусоропереработку. Мы сейчас максимально изучаем этот вопрос, чтобы не захоранивать мусор, а уничтожать. Вот сегодня стратегическая наша задача. Мы можем по качеству пилотного проекта рассмотреть более предметно варианты, которые вы приложите, и применить их непосредственно к нашему региону, либо к конкретной зоне, и посмотреть, что из этого выйдет. Но явно одного или двух заводов будет недостаточно. Это достаточно такая должна быть системная работа. То есть мы должны полностью сетью накрыть весь регион. У нас есть успешная практика совместной работы нескольких муниципалитетов в вопросах утилизации мусора. Уверен, этот опыт можно было бы применить и в Краснодарском крае. По итогу встречи губернатор поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально проанализировать предложения от австрийской страны, касающиеся строительства современных мусорных полигонов. Утрасль обращения с отходами требует новых подходов. Форум двух стран, хоть и рассчитан всего лишь на один день, но политологи и эксперты уверены, сочинский диалог положительно отразится на отношениях России и Евросоюза. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Австрийские технологии могут помочь и Сочи окончательно решить мусорный вопрос. Глава города встретился с представителями одной из крупнейших компаний в Европе по утилизации отходов. Диалог состоялся в рамках российско-австрийского бизнес-форума. Представители австрийской компании рассказали, что все их 18 заводов – это предприятие полного цикла. Там представлены все технологии переработки и утилизации мусора. В Сочи же отметил глава курорта своя специфика. Здесь нет мусорных полигонов, они рекультивированы. Город перешел на систему ноль отходов, то есть не захоранивает их, а вывозит. Но эта схема не экономичная. Я знаю, что в Австрии переработке мусора уделяется особое внимание. Я сам был там, посмотрел, по сути дела, мусороперерабатывающие заводы и те заводы, которые перерабатывают вторичное сырье. Очень большой опыт у вас накоплен. Я думаю, что вы сможете поделиться с нами своими наработками и обсудим вопросы двустороннего взаимодействия. Сейчас идет работа с компаниями Ростех и Хитачи по проектированию в Сочи мусороперерабатывающего завода. Но город готов рассмотреть и другие решения. Мусор, который ежедневно выбрасывают в контейнеры, можно разделить на три основные части. 40% – это органика, 20% – бумага, остальное – пластик, металл и стекло. Многое из этого можно использовать вторично. Австрийские бизнесмены рассказали, у них на родине с введением безотходной утилизации мусора тариф для населения поднялся. Но полигонов в стране нет. Все идет на переработку или сжигание. Однако в случае с Сочи необходимо учитывать курортную специфику. Надо отметить, конечно, что я здесь недолго. Я только вчера вечером прибыл и уже утром начались встречи. Но то, что увидел, пока передвигался по городу, производит огромное впечатление. Город удивляет красотой и чистотой. В итоге решено создать рабочую группу, которая заполнит специальный опросник и отметит требования, обязательные для курорта. На основе этого портфолио австрийская компания готова представить уже более конкретные предложения. А в Геленджике построят большой парковый комплекс с серф-центром, планетарием, торгово-развлекательным центром и бассейном. Сегодня этот проект представили губернатору Вениамину Кондратьеву. Он займет площадь более чем в 50 гектаров. Это будет не только зеленая зона с пешеходными и велодорожками, но и социальные объекты – детский сад и школа. Также глава региона осмотрел набережную и пляжи Геленджика. Вход здесь есть? Да, вход также. Вон там вход. И для людей с ограниченными возможностями, Дмитрий Иванович, вход в детскую зону для купания. Я хочу сказать, что достаточно хорошего уровня сегодня пляжи в Геленджике. Это однозначно. Прямо не то, что мы увидели. Я думаю, что если мы в таком же их режиме будем поддерживать, в таком состоянии в течение всего курортного сезона, конечно, это не может не радовать отдыхающих. И сегодня стратегическая задача – сделать так, чтобы эти впечатления с людьми жили до следующего курортного сезона, и они снова захотели сюда вернуться. Поэтому это не только перед началом сезона. Это в течение всего сезона курортного мы должны пляжи именно держать в таком состоянии. А вот как сделать кубанские курорты комфортными и безопасными, сегодня обсуждали на координационном совещании по обеспечению правопорядка в летний период. Официально курортный сезон еще не стартовал, хотя в майские праздники край посетили около 400 тысяч туристов. Напомню, в прошлом году Краснодарский край принял 17 миллионов человек. Это на миллион больше, чем в 2017-м. Более 10 тонн алкоголя изъяты в ауле Большой Кичмай. Сотрудники Краевого управления ФСБ вместе с полицейскими обнаружили все это в складских помещениях. Изъяты в том числе почти 5000 литров медицинского спирта и около 150 литров контрафактного алкоголя. Образцы продукции направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех, кто был причастен к незаконному обороту спиртного. Начало летнего курортного сезона – это и время пикников на природе. В Сочи популярные места для такого отдыха расположены в том числе в Салахауле. По статистике, чаще всего именно там любители природы разжигают костры и забывают их тушить. Между тем, с 15 мая в городе введен особый пожароопасный период. Сегодня в Салахауле тушили пожар силами добровольной пожарной дружины и сотрудников нацпарка. Правда, пожар был фиктивный. В Сочи прошли плановые учения. Сначала на помощь спешит добровольная пожарная дружина, которая дислоцируется в Салахауле. Затем подъезжают сотрудники нацпарка и спасатели из центра Сочи. По легенде учений, в поселке разгорелись костры, которые угрожают лесу. Учения плановые. В городе наступил пожароопасный период. Мы постарались сделать максимально приближенно к действительно лесному пожару. Я считаю, что цели на этих учениях мы достигли. Первым прибыли добровольная пожарная дружина. Они здесь рядом. Для этого они и создавались. Это универсальный прицеп, в котором есть и насос, и на шесть человек одежда, и рукава в количестве 300 метров, сапоги. Ну, все, все, все. Укомплектованы полностью. И они могут с успехом тушить пожар. В учениях сегодня было задействовано 17 единиц техники и 87 человек. Добровольная пожарная дружина участвовала впервые. В Салахаульском сельском округе ее создали год назад. На то была необходимость. Местность здесь не только отдаленная. Пожарные сюда едут целый час. Но и лесистая. Пожары случаются часто из-за непотушенных костров и брошенных окурков. Десятки возгораний здесь локализуются силами добровольцев. В Салахаульском сельском округе их 25. Потому что у меня здесь 5 поселков, 5 маленьких разрозненных в горах поселков. И в каждом поселочке 5 человек имеется граждан, мужчин среднего крепкого телосложения, которые способны действовать в таких условиях. В условиях пожарной, в горах, в лесах. И если надо, не дай бог, сломать стену и зайти в дом, спасти человека. Сегодняшние учения показали, что машина работает реально. ДПО работает. Костюмы живые. Шланги мокрые, как говорится. Процесс идет. Все будет хорошо. Машина дружинников вмещает 200 литров воды. При серьезном пожаре этого объема может не хватить. Поэтому сельскому округу администрация Сочи обещала подарить целую пожарную машину. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Сочинская тропа здоровья станет длиннее. Сегодня по Теренкуру прогулялся глава города Анатолий Пахомов. Пешком от Новой Мацесты до Центрального стадиона. 4,5 километра вдоль моря по тропе здоровья. Рабочий день мэра сегодня начался здесь. Благоустройство Теренкура Анатолий Пахомов традиционно оценивает перед стартом курортного сезона. Что такое Теренкур? Что по большому счету это самая лучшая физзарядка. Не у каждого города, а вернее не у одного города такой возможности нет, кроме как у нас. И поэтому это не только для гостей, это прежде всего для жителей города. Погулять, подышать свежим воздухом или побегать. Для сочинцев Теренкур сегодня снова становится популярным местом для отдыха и занятий спортом. Вы знаете, отличное место. Пожалуй, одно из самых лучших в Сочи. Бегаю вот с палочками, плаваю. За здоровый образ жизни, в общем. Тропу здоровья проложили в 30-х годах прошлого века. Раньше маршрут был популярен и среди туристов, как один из способов санаторно-курортного лечения. Задача сегодня – возродить традицию оздоровительных пеших прогулок, считает Анатолий Пахомов. И людям надо и сейчас прописывать, что вам надо прогуляться по… Мы прописываем Теренкур. Наши спускаются, когда на пляж. И проходят, мы расписываем по количеству шагов и по количеству метров. Пешеходную зону капитально отремонтировали перед Олимпиадой. Как говорится, всем миром в Теренкур буквально вдохнули вторую жизнь. Обновили бетонное покрытие, установили освещение, лавочки и урны. Уборкой и благоустройством теперь тоже занимаются все вместе. И муниципальные предприятия, и санатории. Справляются хорошо, считает мэр. Мы его тогда сделали без всяких копеек, без рубля. И сейчас это же на бюджет города его никогда не поставишь. Потому что он кому-то принадлежит. Часть вам, часть тому, часть третьему. Тропа должна быть не только благоустроенной, но и безопасной. Пахомов поручил организовать здесь дежурство полицейских и казаков. Кстати, уже скоро Теренкур станет еще длиннее. Его планируют соединить со старой Мацестой. Об этом рассказали накануне на заседании Политсовета партии «Единая Россия», где обсуждали реализацию в Сочи федерального проекта формирования комфортной городской среды. В его рамках на Мацесте в прошлом году отремонтировали 500-метровую прогулочную зону вдоль реки. На очереди еще такой же участок набережной. На этот год мы заканчиваем Мацестинскую набережную. И там действительно большие деньги, но это будет на века. И мы еще три территории будем делать. Это зеленая зона по улице Альпийской и скверы. В районе 26-й школы в Адлере и на улице Тормахова в Лазаревке. На благоустройство четырех мини-парков выделено 92 миллиона рублей. Большая часть средств федеральные. Новые зоны отдыха в Сочи должны появиться до конца года. Все главные события края каждый день попадают на страницы газет и в эфир телекомпании Кубани. И тем, кто делает новость, рассказывает о людях, достижениях в науке, спорте и экономике, вручили высшую региональную награду – золотое перо. В музыкальном театре Краснодара отметили тех, кто на протяжении многих лет, не изменяя профессии, трудится на информационном поле края. Кадры, сделанные фотокором «Кубань-24» Николаем Хижняком пробирают до мурашек. Страшное наводнение, которое случилось в Апширонском и Туапсинском районах 25 октября прошлого года, он не просто запечатлел, пережил, переболел. Вместе с теми, чьи дома в одночасье уничтожила стихия. Сегодня Николай Хижняк получает сразу две награды – золотое перо и золотой объектив. Фото-корреспондент информационного портала «Кубань-24» за материал «Люди и грязь по следам потопа». Кадры делал совсем не ради наград, признается Хижняк. Тогда об этом и не думал, выполнял свою работу. Это работа, я всегда любил такие темы, которые на грани, всегда какого-то происшествия, социально значимые темы, поэтому мне просто было интересно, я понимал, что я должен там работать. Просто выполняет каждый день свою работу еще один корреспондент нашего телеканала – Денис Сопов. Автор документального фильма «Это надо живым» сегодня стал обладателем золотого микрофона. Когда создаешь свои программы, думаешь, в первую очередь, ну, все-таки, о зрителе. Я себе представляю всегда этого человека, ну, группу людей, да, которые будут это смотреть. В первую очередь, ориентируешься на них. Честно говоря, это, пожалуй, такая первая серьезная именно кубанская моя награда. Если Денис Сопов на экране постоянно, то для Дмитрия Сабелина, Юрия Дешина и Дмитрия Ланина привычнее быть за кадром. Но сегодня вместе они под блеском софитов и получают золотые объективы. Точно так же, как и вместе трудились над документальным фильмом, посвященным художественному руководителю кубанского казачьего хора Виктору Захарченко. Два раза на сцену поднялась и начальник отдела авторских программ «Кубань-24» Татьяна Понасюк. Расхожий журналистский штамп. Человек с микрофоном по пояс в пшеничном или ячменном поле. Такие кадры на Кубани в этом году сделать не удастся никому. В Краснодарском крае объявлено чрезвычайное положение – засуха. Она уже 30 лет профессии. Тысячи сюжетов и программ, не меньше и профессиональных наград. Татьяна Понасюк прошла путь от простого корреспондента до руководителя авторского цеха. Сегодня в ее руках благодарственное письмо от губернатора края за личный вклад в развитие СМИ региона и знак за заслуги перед профессиональным сообществом. Не бывает простых корреспондентов или больших телевизионных начальников. Есть либо журналист, либо его просто в профессии нет. Награды – это всегда очень приятно, но, честно говоря, журналист работает не из-за наград. Наши телефонные книжки, наши звонки и наши рейтинги – это самая большая наша награда. За 60 лет существования регионального отделения Союза журналистов России кубанские репортеры работали в разных условиях, но всегда для читателей, слушателей и зрителей, отметила в своем поздравлении вице-губернатор края Анна Менькова. Многие, кто стоял у истоков создания первички, ветераны профессии, сегодня получили заслуженные награды. Я хочу от имени губернатора Краснодарского края вас всех поздравить с 60-летием Союза журналистов Краснодарского края, пожелать нашему Союзу еще долгих и долгих лет жизни, чтобы действительно вы прирастали новыми союзниками, новыми членами, профессиональными журналистами. Я хочу нам всем с вами пожелать не проиграть в нашей профессиональной битве. Мы с вами должны беречь нашу профессию, мы должны быть ей верны, мы должны доказать, что журналистика, профессиональная журналистика, она такая, какая она есть в Краснодарском крае. Сейчас в редакциях краевых и районных газет, журналов, теле- и радиокомпании, интернет-изданий работают сотни журналистов. Поиск интересных новостей, острые репортажи и оперативная обратная связь с населением – и есть наша жизнь. Наверное, одна из самых высоких концентраций СМИ в стране – это Краснодарский край. И, наверное, одна из самых лучших журналистских школ, потому что очень многие, те, кто начинал на Кубани, они сейчас работают в центральных средствах массовой информации, а некоторые возглавляют. Я очень часто вставлю в пример телеканал «Кубань-24», который ухитряется вещать не только на всю Кубань, но и соседние регионы, но и на очень хорошем, очень высоком телевизионном уровне. Почти 800 средств массовой информации в крае, они вполне нормально, спокойно работают, сохраняют тиражи, если говорить о печатных изданиях, сохраняют интересы аудитории, если говорить об электронных средствах массовой информации, что важно – осваивают новые форматы, средства коммуникации. Чтобы оставаться в центре информационного поля региона, мастера пера и микрофона постоянно делятся темами и опытом на площадке Краевого союза журналистов. И сегодня его ряды пополнили новобранцы и вручили удостоверение. Теперь численность репортерского сообщества Кубани достигла полутора тысяч. Вероника Веретенникова, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи дали старт всероссийской акции «Уличный красава-2019». Она объединяет дворовые и футбольные команды подростков, готовых сразиться между собой в большом турнире. Накануне на «Афиште» прошел первый товарищеский матч. Акция «Уличный красава» проводится молодежным крылом Общероссийского народного фронта. Второй раз, к примеру, в 2018 году в играх участвовали почти 3,5 тысячи команд со всех регионов России. Это 35 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По словам организаторов, идея проводить такие соревнования возникла после Чемпионата мира по футболу. Мы обращали внимание на то, что после Чемпионата мира по футболу достаточно много ребят активно играет в футбол. Не просто играет в футбол, а рубится в футбол. Ребята регистрировали в социальных сетях сами и начинали играть в футбол. Правило было, наверное, одно – это мяч руками не брать. В этом году акция началась с товарищеского матча между футбольным клубом «Сочи» и сборной командой «Уличный красава», в которую вошли лучшие игроки прошлогоднего сезона – представители команд, игравших и вышедших в финал. Матч был стрелищным, несмотря на неравную подготовку футболистов. Сочинцы, которые в этом сезоне будут играть в премьер-лиге, забили три мяча в ворота юных футболистов. Сборная «Уличного красавы» тоже забила гол престижа. А их тренер Валерий Газаев отметил важность спортивного наследия курорта. Это очень важно, потому что для популяризации, для пропаганды и для наследия Чемпионата мира великолепно. Сегодня по всей стране у нас построена великолепная спортивная инструктура. Конечно, сегодня наш уровень футбола тоже надо поднимать до качества стадиона. Посмотрите, прекрасный стадион. Футбол активно развивается и в самом Сочи. Тысячи подростков играют во дворах, многие занимаются в спортивных секциях. У нас всегда был огромный ажиотаж к занятиям футболом, но немножко не позволяла инфраструктура. И сегодня, когда у нас все есть, мы уже более 6 тысяч детей смогли принять в муниципальные школы, а порядка 20 тысяч людей, вообще сочинцев, занимаются регулярно футболом. По словам организаторов, акция «Уличный красава» получила постоянную прописку в Сочи и будет проходить на курорте ежегодно. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В Сочи 17 мая откроется международная конференция «Ротари-Россия» при участии полномочного представителя президента Всемирной организации «Ротари-Интернешнл» Стивена Снайдера. А сегодня состоялось заседание круглого стола под названием «Курорт Сочи. Движение «Ротари. Чем мы можем быть полезны друг другу». На нем сочинцев познакомили с идеями и деятельностью движения «Ротари». «Ротари» – это объединение представителей бизнеса и деловой элиты. Это более чем 1 миллион 200 тысяч человек во всем мире, которые являются частью более чем 35 тысяч клубов «Ротари», объединившего 270 стран. Успешные и состоявшиеся люди готовы в любой момент включиться в реализацию новых социальных проектов. Целью нашего сегодняшнего круглого стола, который называется «Курорт Сочи. Движение «Ротари. Чем мы можем быть полезны друг другу» является старт, первый шаг взаимодействия бизнеса, делового сообщества, органов государственной власти, совместные проекты на пользу нашего города. «Ротари» – «Клуб Сочи» пригласил международных активистов движения провести конференцию в Сочи. Есть идея сделать город постоянной площадкой для таких встреч единомышленников. Первые впечатления от курорта – самые положительные. «В Сочи очень красиво и чисто. Я хотел бы находиться здесь 24 часа в сутки. В Сочи прекрасен во всех смыслах. Здесь доброжелательные люди и великолепные пляжи. Напоминают мне калифорнийские». «Ротари Интернешнл» имеет колоссальный опыт и богатое наследие. Достаточно привести пример победу в мире над полиумиелитом, когда удалось иммунизировать от болезни свыше миллиарда детей. В Сочи ряд социальных проектов поддерживаются «Ротари-клубом Сочи» и «Ротари Интернешнл». Это и фестиваль пара-арт, и установка тренажеров, в том числе инклюзивных в парке на Макаренко. У сочинцев есть уникальная возможность наладить эффективное сотрудничество с международной организацией. Гелина Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Главная сцена Сочи – 81. Свой день рождения Зимний театр отмечает променад концертом с участием артистов Сочинской филармонии и открытием сразу двух выставок. В фойе оформлена экспозиция художника Сергея Гелецкого под названием «Берега». Она была представлена во многих галереях России. Всего здесь более 20 работ. Это пейзажи Крыма и природа Черноморского побережья Кавказа. Вторая экспозиция – театр от кутюр, посвящена образам, которые зрители видят на сцене. Эта выставка приурочена также к году театра в России. Реальные эскизы и театральные костюмы – это работы Анны Сорокиной, художника-модельера, чьи коллекции одежды отмечены дипломами и специальными призами различных конкурсов. Это очень разные авторы – и Сергей Гелецкий, и Анна Сорокина. У них в разных местах находится экспозиция. Вот здесь более такое камерное пространство. Но, тем не менее, каждая из этих выставок, она дополняет и Зимний театр, как одну из визитных карточек города-курорта, и вот здесь тема пейзажей черноморских, а здесь уже выставки театра от кутюр – именно тема такой непосредственно театральной магии, театральной кухни. Оценить обе выставки все желающие смогут до 31 июля. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.